Можно, пожалуйста, килограмм лайкусиков под этим видео? Пожалуйста. Всем здарова! С вами я, PandaFX, и сегодня на моем канале будет очередной видосик. Как я понял, Quick Sale Challenge вам зашел, как и по лайкам, так и по просмотрам. Я хотел ее сделать еженедельной, и потом задумался, может быть, сделать ее ежедневной. И сегодня нас ждет снова 11 паков спасибо под нос. В прошлом выпуске я не договорил про новые правила, которые я хочу добавить. Теперь, в зависимости от того, сколько мне уолкаутов упадет, столько своих игроков, я имею право добавить в свой состав. Под прошлым выпуском я видел комментарии, где писалось о том, что они сомневаются в достоверности моей информации о том, что я сыграл всего лишь один матч. Я мог сыграть три матча, четыре, там, и т.д., и т.п. Вот, я вам показываю всех этих игроков. Бензома один матч, один гол, тот же Фермино один матч, ноль голов. Так что не надо, чуваки, я такой херней заниматься никогда не буду. Но перед тем, как мы откроем паки, надо немножко подкрепиться. Все. Давайте, сразу волкаут. Нет, это было бы слишком красиво и хорошо. Ну ладно, в очередной раз у нас есть линк из АПЛ. Да, ребята, вот это, блядь, старт. Второй пак подряд, и даже окошек нет. Вспомните прошлые фифки, когда вы могли из пака сразу отправить в состав. Почему сейчас так нельзя сделать? И испортить, почему, блядь, вы деградируете? Ну это же реально тупо, добавлять фичу, которая упрощает жизнь, а потом ее убирать, блядь. Да, опять не читков, ребята, это просто провал какой-то. В прошлом выпуске все так круто было. В этом просто какая-то шляпа. И опять Рузигер. Супер просто, блядь. Эти паки реально надо мной угорают. Давайте, время для волкаута. Время для волкаута, я сказал. Блядь, собачий сын, блядь. Нет волкаутов. Зато и щиточки. Спасибо на этом. Это лучший армян. А вместе с ним Бакамбух. Итак, ребята, в прошлом выпуске мне помог скип. Я скипнул, не упал топовый игрок. Сейчас Кварежму. Камон, блядь. Да что ж такое-то? Нахер мне эти окна? Дайте мне волкаут. Кто это? Пиквард, ебаный, блядь. Нахуй ты мне нужен. И Мурила, блядь. Какая нахуй Барселона, блядь. Что за глюки, ебаные? Гениальный склад у нас получается, ребята. Я просто в шоке. Как такое, блядь, возможно? Ну, как такое возможно? Как такое, блядь, возможно? Идите нахуй консигли и Руди, блядь. Пришли, блядь, нахуй. Я просто не знаю. Ласпак. Хо! В последнем паке волкаут. Какая нахуй чудесная история. Кто здесь? Мараканец. Отлично. Супер. Венатия 86. Единственный волкаут в 11 паках. Ладно. Это значит то, что я... Опа-на! Слушайте, а вот это, кстати, неплохо. У нас есть линк из Ювентуса. В этом выпуске у нас, ребята, какое-то неприличное количество вратарей. Аж 6 штук. И так как я имею право добавить одного игрока, я взял Роя Кина, чтобы он плюс-минус хоть как-то соединил этих пацанов воедино. Воедино так. Линк это скипер FC. Довольно-таки бюджетная пылка, которую можно даже обыгрывать. Но у меня в бикенлиге и не такие составы обыгрывали. Поэтому тут уровень команды практически ничего не значит. Так. Блядь, вот это прием мяча. Просто дерево ебаное. Контрева! Ооо! Контрева! Что он сейчас мог забить? Не на фулл сыгранности такой удар сделал. Робертсон нет! Тихо, Рейна на месте. Ребята, если вы каким-то чудом... Если каким-то чудом вы под этим роликом понаставите 30 тысяч лайков снова, то следующий подобный ролик выйдет прям завтра. Прям завтра сажусь и монтирую. Ну это если вам пиздец, как интересна эта рубрика. Мне лично вообще в кайф играть. Так, так, так. Опять с флангами у меня проблема. Вот реально у меня фланговых игроков просто нет. Именно вот ЛФА, ПФА, ПП, ЛП, блядь. Одни ебаные инвалиды. Поэтому я не могу составлять схему именно с флангами. Что ты сделаешь, блядь? Навес, иди нахер. Тут Луисы, блядь, на стражу. Не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успокойся. Там тем более офсайт был. Хитарян. Хитарян делает вот так. И в одно касание. Ну, блядь, ну какой бред, блядь. Жопой, блядь, чувствует, что я дам пас и под катом ловит. Ребята, а пока я играю, это скучный и никому не интересный матч. Хочу вам показать один пакетик, который я совсем недавно открыл. Вы просто взгляните. Здарова, Милитауа. Я тебя ждал, братан. Он как раз таки мне нужен был. Да заткнись, блядь, нахуй. Заебись. Вот всегда бы такие пакцы были бы. Заебись. 300к. Так, я, блядь, пытаюсь как-то, вот знаете, раскатать, медленно играть. Потому что по-другому я играть не могу. У меня нет исполнителей, которые смогут зарешать. Жалмутиню. Ну, вот видите, опять эти автоблоки, автоподкаты и все авто. Если ты не бьешь в одно касание файнессом, то, блядь, тут все будет блокироваться. Ну, вот как он так вылетает? Втроем, блядь, вылетают, блядь. Просто всей семьей, блядь, нахуй, вылетают, блядь. 600 тысяч человек. Мария Гёсса, давай сильный. Ну, опять автоотбор. Я не знаю, как бить слонку, что-то серьезно. Есть! В одно касание зато получилось. В этой игре реально, вот только в одно касание бить, пока тебя никто не накрывает. Кондрева, 46 читерская минута. Тише, тише. Ну, нет, ну, нет, 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 нет. Рейна, нифига себе, вот это сейвище просто. Так, что-то парень у нас разозлился. Ты что, блядь, во втором тайме играть научился, что ли? Кондрева. И в дальний. Бля, слушай, а у Кондрева-то с ударами все в порядке? Эй-эй-эй, толкай, блядь, ну толкай, ну оттолкни этого треща Фредда, блядь, ну бежит 3 часа за ним. Оттолкнуть не может, ты что, долбоёб? Так, опять меня сейчас будут с фланга обоссывать, я чувствую, я чувствую этот запах мочи, блядь. Что ты делаешь, блядь, какие нахуй финты? Нет! Повезло. Повезло, что Лукас не умеет бить по воротам. Ну, пиздец, ну, пиздец. Нет, 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 голкипер, выходи! Ебать, ребята, я не знаю, как меня сейчас не забили, серьезно. Блядь, у тебя нет 4 звезд, что ли? Бля, ебаный инвалид. Кто тебя учил финтиться? А вот этого парня есть финты. Ой-ой-ой, Куарежма! Куарежма, какой гол! И сказать честно, я вообще не этот финт исполнял. Охереть, Куарежма просто царь. Он сделал просто идеальный финт по таймингу. Вы посмотрите, что это вообще за финт, я вообще в душе не ебу. Бедный соперник. Мне кажется, он там сейчас сидит и агрится на то, что... Блядь, с какого хуя у меня полная сыгранность. У него бичи какие-то, и он мне обыгрывает. Ну, сорян, ребята, вот такое вот бывает. Это просто да. В 84-е минута. Куарежма творит какие-то невероятные вещи. Настолько он крут. Я, блядь, даже не подозревал, что он настолько крут. Посмотрите, как он выпрыгнул и перекинул голкипера. Не спиздеть, я никогда таких голов не забивал вообще. Ребята, этот парень круче, чем Роналду. Я вам базарю, блядь. У меня Роналду такие вещи не исполняет. Я вам не шучу, блядь. А это всего лишь на четверке, блядь. Не, ну если бы он и такое забил, я бы точно сейчас Роналду убрал бы и поставил бы Куарежма. Так, Куарежма, Куарежма. О, бог ты мой, что он творит, блядь? Я уже просто издеваюсь над соперником, ребята. Это, никогда не думал, что я буду получать такой кайф от игры чуваком, у которого четверка на сыгранности. Ну ладно, хорошо, один гол он забил. Ребята, это победа имени Куарежма. Два голешника, также он сделал ассист. Вот это да. Я еще раз хочу посмотреть на этот шедевр. Финт. Еще один финт. Здесь такой покрутился, повертелся. Охереть. Блин, чуваки, это реально было очень круто. Ну и этот гол, я считаю, тоже был ничуть не хуже. Посмотрите, такой забросик лайтовый. И он башкой перебрасывает голкипера. Просто браво. Ну и, в общем-то, ребята, вот такой вот видосик у нас получается. Я на всякий случай вам покажу, что это был первый матч Рикарда Куарежма. Чтобы вы вдруг не писали, что я вас наебаю. Если вам понравился этот выпуск, если вам в целом нравится рубрика, поддерживайте ее лайками. 30 тысяч лайков. И следующий ролик выйдет завтра. Если не наберете 30 тысяч лайков, ролик выйдет послезавтра. Или после-послезавтра. Не знаю, мне опять же важно знать, насколько вам круто заходит данная рубрика. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok